Слава Богу! В конце энкаунтера, чем я, мне открылось потом. Я когда ехал уже домой, меня пробило. Я прилетел сюда на Форт Джулай. Я видел салюты самолета, как это все работает с воздухом. То есть этот весь праздник. И я понимал, что меня Господь от чего-то освободил. И дал мне вот этот день, Форт Джулай. Я думаю, я хотел лететь 5-го, 7-го. Ну, что-то 4-го я вылетел. Билеты дешевле были. И все было как-то так в масть. И так интересно все. До конца не понял, от чего меня Бог освободил. Вот. Пришел сюда. Первое служение у меня здесь было. Ну, музыка в голову ударила так, что я уже думал, еще пойду на второе, чтобы та тема была хорошая. На 2 служения было растянуто. Ну, на втором полу не закончилась тема. Вот. Ну, думаю, хочу все равно добыть. Уже хотел пойти там в другую церковь, в Саенко попробовать, что там и как. Вот. Хотя я с церкви приехал, с Флориды. Там хорошая церковь, религиозная. И получилось так, что пришлось приехать на третье служение сюда. Ну, тема хорошая. И когда было второе служение, перед третьим, то было хорошее такое наполнение Духа Святого, посещение. То есть я переживал такие моменты, и я увидел, что здесь работает Господь. То есть я аж прослезился. То есть когда Дух Святой касается, то слезы идут. Откуда они идут, не знаешь. Но они идут. То есть видно, чувствуешь Духа Святого. Вот. И тема, естественно, была хорошей. Это когда Павел говорил, что я больше всего молюсь на иных языках, если кто помнит. То есть когда я уже возвращался с энкаунтера, еду, и меня пробило просто. От чего меня Господь освободил? От религиозности. Это такая серьезная тема. Кажется, что ты в Божьем присутствии, когда ты входишь в религиозную церковь, вроде бы все правильно. Вот. Ну, тут как Бог навел резкость на энкаунтере на эти вещи. Вот. Я получил просто большое откровение, от чего меня освободил Господь. Ну, я уже говорил друзьям, что мне Господь помимо всего этого еще бонусов надавал. То есть освободил от многих вещей, которые мешали мне жить и в семье, и в жизни. Вообще, многие моменты просто я стал по-другому на них смотреть. Точнее, вообще на них перестал не смотреть. Вот. И сегодня музыка. Когда играл, брат, то было посещение. Господь прямо так открытым текстом такие вещи открывает. Я так, ого. Ого. То есть сила такая чувствуется. Хотя я не любитель металла, не любитель рока. Никогда. Когда-то пытались, друзья, меня к этому привить. Просто отвержение этого всего. То есть я такой вот. О, там хор поет хорошо. Вот это класс. Вот это по мне. О. У меня дисков куча там с той церкви осталось еще. А сейчас не знаю, что с ними делать. Хотя хорошие песни там такие живые, конкретные тоже. Они мне помогали, когда я был там. В той церкви. А тут уже другая тема пошла. То есть здесь жизнь. Аминь. То есть где Дух Господень, там свобода. Аминь. Я это прочувствовал. Хотя я три года был, жил на Флориде. Ходил в церковь на все служения. Может быть, несколько штук не было по каким-то причинам. Или я в другое место уехал. То есть я был действительно религиозным человеком. Таким упорным. Не пропускал такие моменты. Вот. А тут я почувствовал какие-то перемены. И я вижу, что они идут в лучшую сторону. И говорю, слава Господу, что Господь, он сегодня живой, работает. И он поднимает свой народ. Поднимает. Ибо время, как говорится, уже крайне последнее. Вот. То есть перед его и пришествием. Ну а перед этим еще будет испытание. Я это тоже верю. Чтобы народ не расслаблялся. Вот. В принципе, мне энкаунтер понравился. Вот. Слава Богу. Пусть Господь вас всех благословит. Кто еще там не был, я просто вам рекомендую поехать. Откроются вещи, которые вы раньше не могли понимать. И резкость наведется на определенные моменты. То есть начнется жизнь. Аминь. За все благодарю. Иисуса и вас. Спасибо.